Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Субтитры создавал DimaTorzok Наступил долгожданный месяц Зульхиджа, который ознаменовывается паломничеством и является постулатом пяти столпов ислама, который в корне меняет ход событий в жизни человека, людей, которые побывали в святыне мусульман. И мы надеемся, что всемогущий создатель облагодетельствует, примет хадж всех тех, кого он призвал к себе в гости. Ну а тема нашей сегодняшней передачи приурочена детским неврологическим заболеваниям. В такой ситуации каждый из нас, каждый родитель пытается помочь своему ребенку и быстро среагирует на любую возникшую ситуацию, на любую возникшую угрозу. Ну а гость нашей сегодняшней студии расскажет нам об этих патологиях. Давайте знакомиться с ним. У нас сегодня в гостях Марзалиев Сарамхуанышевич, врач общей практики, детский невролог, остеопат, главный врач клиники результативной медицины. Ассаламу алейкум, Саке. Алейкум алейкум ассалам. Как ваши дела? Алхамду. Добро пожаловать к нам в студию. Саке, ну действительно эта патология сейчас стала часто встречаться среди не только, скажем, взрослого контингента и вообще взрослого населения, но и детей. Но прежде чем мы начнем с вами беседу об этой, скажем, в свою очередь коварной патологии, расскажите нам, вообще какую функцию выполняет врач-остеопат, чтобы наши телезрители были осведомлены. Очень часто остеопатию путают с различными мануальными терапиями, с массажом, так как все манипуляции проводятся руками. То есть это метод, который проводится руками и направленный на то, чтобы запустить механизм самовосстановления организма при помощи воздействия на различные структуры. На костные структуры и на мягкие ткани, и на висцеральные, и то есть воздействие идет полностью, значит, на весь организм, и за счет этого осуществляется, значит, лечебное воздействие. Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! Вот мы с вами в прямом эфире программы «Мангезда на селе». Хочу начать с благоприятной нотки. Наступил долгожданный месяц Зульхиджа, который ознаменовывается паломничеством и является постулатом пяти столпов ислама, который в корне меняет ход событий в жизни человека, людей, которые побывали в святыне, мусульман. И мы надеемся, что всемогущий создатель облагодетельствует, примет хадж всех тех, кого он призвал к себе в гости. Ну а тема нашей сегодняшней передачи приурочена детским неврологическим заболеваниям. В такой ситуации каждый из нас, каждый родитель пытается помочь своему ребенку и быстро среагирует на любую возникшую ситуацию, на любую возникшую угрозу. Ну а гость нашей сегодняшней студии расскажет нам об этих патологиях. Давайте ознакомиться с ним. У нас сегодня в гостях Мирзалиев Сарамхуанышевич, врач общей практики, детский невролог, остеопат, главный врач клиники результативной медицины. Ассаламу алейкум, Саке. Алейкум алейкум алейкум. Как ваши дела? Алхамду. Добро пожаловать к нам в студию. Саке, ну, действительно, эта патология сейчас стала часто встречаться среди не только, скажем, взрослого контингента и вообще взрослого населения, но и детей. Но прежде чем мы начнем с вами беседу об этой, скажем, в свою очередь коварной патологии, расскажите нам, вообще, какую функцию выполняет врач-остеопат, чтобы наши телезрители были осведомлены. Очень часто остеопатию путают с различными мануальными терапиями, с массажом, так как все манипуляции проводятся руками. То есть это метод, который проводится руками и направленный на то, чтобы запустить механизм самовосстановления организма при помощи воздействия на различные структуры. На костные структуры и на мягкие ткани, и на висцеральные, и, то есть, воздействие идет полностью, значит, на весь организм, и за счет этого осуществляется, значит, лечебное воздействие. То есть остеопатия происходит, значит, от слова остео, то есть это кость, патия это патология, так как остеопатия придерживается, то есть сама остеопатия, остеопатия как наука медицинская, она основана на концепции структуры и функции. То есть структура, костная структура, будь то суставная структура, она воздействует на функцию непосредственно, значит, костной, либо внутренних органов и так далее. То есть остеопатия это в первую очередь наука, целью которой является помочь организму самовосстановиться, запустить те внутренние резервные механизмы, которые по тем или иным причинам могут быть заблокированы. То есть это опять же связано с нашей центральной нервной системой, да, человека? Да, дело в том, что в организме человека есть три регулирующие системы. Это нервная система, это, значит, иммунная система и это эндокринная система. Главной системой является нервная система, то есть она как объединяющий фактор, она как руководящий фактор является основой для всех остальных процессов жизнедеятельности организма. Ну, родовые травмы сейчас, да, мы встречаем часто у детей. Расскажите вообще, с чего все начинается? Что такое родовая травма? Родовая травма – это патология, которая берет свое начало во время родов и подразумевает широкий спектр патологий, травмирующих воздействий, которые могут сказываться не только на каких-то костных либо внешних проявлениях, но и воздействовать на состояние внутренних органов, на состояние сосудов и на других не менее важных систем и органов в организме. То есть родовая травма… То есть это некая аномалия или нет? Нет, дело в том, что родовая травма, вот если говорить на примере застрявшего ребенка в родовых путях, она подразумевает как результат, как следствие этого деформацию костей, деформацию черепа. У ребенка, то есть у плода? У плода, да. Различные смещения позвонков, шейного отдела, различные компрессионные, поддавливающие элементы, то есть вплоть до вывихов и переломов костей, что, к сожалению, не редкость в наши дни. И особенно важна эта тема тем, что ее тяжело диагностировать, так как на первых порах диагностировать проблему, для того, чтобы ее диагностировать, нужен хороший специалист, именно специализированный на подобных проблемах. То есть во время родов случаются различные ситуации, когда приходится идти на крайние меры, в том числе кесаревое сечение. Хотя, казалось бы, кесаревое сечение должно быть менее травмоопасным методом родов. Но на самом деле это не так. Связано это с тем, что, во-первых, даже при идеальном прохождении родов идет резкое изменение давления внешней среды. То есть из внутренней среды ребенок, попадая во внешнюю среду, испытывает резкий градиент измененного давления. То есть атмосферное давление и давление, то давление, которое ребенок испытывает, находясь внутри утроба, оно совершенно разное. И это вызывает определенный стресс, который сможет сказываться на кровеносной системе, на ликфородинамике. То есть ликфор – это спинномозговая жидкость. И на других жидкостных элементах. Саке, давайте прервемся на телефонный звонок, потом обязательно продолжим, да, нашу тему. Добрый вечер, ассалам алейкум, вы в прямом эфире, можете задавать свой вопрос? Алло, здравствуйте. 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 Я звоню в Караганинской области. У меня такой вопрос. У меня сколиоз, это началось в 13 лет. И есть исключение позвоночника. Мне сейчас 27 лет. Операцию не делали. Скажите, пожалуйста, какую степень сколиоза вам ставит? Ну, говорят, что 2-3 степени, вот между. 2-3 степени, да? Да, да, да. Спасибо большое за ваш звонок. Дело в том, что сколиозы – это очень частая проблема на сегодняшний день, к сожалению. Связано это с тем, что не до конца ясна для многих специалистов природа происхождения данного недуга. Дело в том, что сколиоз бывает двух видов. Это функциональный сколиоз и это анатомический сколиоз. В чем различие? То есть анатомический – это то, что генически предрасположен человек? Нет, дело не в этом. Анатомический сколиоз – это тот сколиоз, который вызван анатомическими изменениями самой костной ткани. То есть само тело позвонка деформируется таким образом. Посредством чего? Либо настолько, что это вызывает сколиоз. Посредством, значит, в первую очередь это связано с тем, что сама плотность костной ткани снижается. И это позволяет при определенном воздействии изменять форму. При длительном и систематическом воздействии это приводит к тому, что костная ткань теряет свою форму. А может, недостаток кальция в костях нет? Дело в том, что кальций, вот как ни странно, недостаток кальция, он реже всего вызывает сколиоз. Связано это с тем, что истинный недостаток кальция бывает очень редко. Так как кальций содержится практически во всех продуктах, в том числе и в растительных. На примере той же коровы, которая выделяет молоко, в котором очень много кальция, сама же в свою очередь питается только травой. То есть, исходя даже из этого, можно уже понять, что кальций содержится практически во всех продуктах. Дело в другом. То есть, плотность костной ткани снижается из-за того, что перестает поступать в организм. Или по другим причинам идет снижение того троянского коня, который обеспечивает транспорт, доставку кальция непосредственно в костную ткань вовнутрь. Таким троянским конем является витамин D, либо магний. Чаще всего именно дефицит этих двух элементов, это витамин D и магния, может быть первопричиной, причем самодостаточной первопричиной для возникновения сколиоза. Это та причина. А уже сам сколиоз провоцирует различные другие факторы, такие как, если человек спит все время на одном боку, все время на одном боку, допустим, на левом боку, он всю жизнь спит на левом боку на протяжении длительных долгих лет, либо все время дает нагрузку только на одну сторону, например, только на одну руку. Это то, что провоцирует сколиоз. То есть, при таких ситуациях может возникнуть сколиоз? Да, возникнуть сколиоз. Но, опять же, повторюсь, для его возникновения необходима благоприятная почва. Как правило, еще раз повторюсь, либо дефицит витамина D, либо дефицит магния. И то, и то можно диагностировать в лабораториях, сдав на то соответствующие анализы. А бесконтрольное употребление кальция, как это, к сожалению, широко распространено у нас, не только у нас в стране, но и за пределами, может привести к тому, что могут образовываться камни в почках, могут образовываться камни в желчном пузыре, либо этот кальций, который не попал в кости, может где-то откладываться в других местах. То есть применение кальция оправдано только в том случае, если идет параллельное применение препаратов группы бифосфата. То есть это те препараты, которые очень серьезно влияют на транспорт кальция непосредственно в костной ткани. Но для приема таких серьезных препаратов нужно основание. Это, к примеру, ложный сустав, тогда, когда идет перелом костной ткани, и она из-за того, что расстояние большое, не срастается, образуется костная мозоль, и это приводит к тому, что травма застаревает. И при дальнейшем повторных операциях, возникает когда сложности срастания костей, тогда оправдано применение таких серьезных препаратов, как алиндроновая кислота, которая является, значит, относящейся к препаратам группы бифосфатов. Ну вот девушка позвонила, ей в свою очередь что нужно делать? У нее вторая, третья степень, да, как она сказала? Ну, конечно, в данном случае необходим тщательный сбор анамнеза. То есть анамнеза Морби, ВИТА, то есть это анамнез жизни, анамнез непосредственно заболевания. И при выявлении соответствующих признаков дефицита магния, либо витамина D, необходимо будет направить ее на соответствующие анализы, при подтверждении которых назначение этих препаратов и корректировка образа жизни, что в результате до примерно года, до двух лет можно добиться даже в этом возрасте вполне стабильных, хороших результатов. Конечно, необходим полный осмотр. То есть сколиоз, как правило, сопровождается различными функциональными блоками, например, в паравертебральной зоне. И тут необходимо обязательно обращаться либо к мануальным терапевтам, либо к остеопатам, для того, чтобы они обеспечили устранение тех барьеров, которые могут помешать восстановлению нормальной ровной осанки. А что вы скажете о самолечении? Сейчас многие, как раз таки, не прибегая к услугам, скажем, врачей, пытаются что-то предпринять. Если говорить в рамках сколиоза, но, как правило, самолечением люди не занимаются, потому что сколиоз – это такая проблема. То есть это сразу бросающаяся в глаза патология? Как правило, примерами самолечения, самыми явными примерами самолечения являются применение кальциевых препаратов в огромных, больших дозах, что в 99% случаев не оправдано. А так, как правило, оперативное лечение назначается врачами. То есть сколиоз не та болезнь, где люди обращаются к методам самолечения. То есть сколиоз – это оперативное вмешательство, оно уже конечная инстанция? Да, это когда уже сколиоз мешает качеству жизни, поддерживать качество жизни настолько, что человек, значит, ему уже тяжело передвигаться, либо из-за компрессии межпозвоночных дисков возникают различные дисфункции внутренних органов, например, мочеполовой системы и так далее, то в этих случаях оперативное вмешательство может быть показано. Хотя даже в этих случаях возможно найти какие-то решения. Ну, давайте мы продолжим нашу тему касательно родовых травм. Вот вы перечислили ряд причин. Что еще может послужить? Ну, кроме кесаревого сечения, непосредственно, значит, патология родовых путей может способствовать возникновению родовых травм. Либо, значит, неправильные, значит, роды, которые тоже, как следствие, могут привести к определенным дисфункциям в нашем, значит, в организме ребенка. Дело в том, что родовые травмы – это та проблема, которой мало уделяется внимания еще и потому, что считается по умолчанию, что череп – это единая кость. Хотя на самом деле это не так. То есть наш череп, Всевышний Аллах Субханава Тааля, создал таким образом, что наш череп состоит из различных костей. Вот непосредственно череп, то есть вот эта вот мозговая оболочка и сверху вот эта костная ткань, она состоит из лобной кости, из височной кости, из теменной кости, из затылочной кости. И, в свою очередь, которые между собой не срастаются. То есть там есть швы, швы – это, значит, та структура, которая позволяет при различных травмах черепу не разбиваться в дребезги. То есть она была защитным механизмом? Да. То есть лучше кость сместится куда-либо, чем она разобьется, и это в итоге может привести к летальному исходу. Поэтому идут различные сдвиги костных структур, особенно у новорожденных. И вследствие чего могут возникать различные повреждающие воздействия на головной мозг. Вплоть до детского церебрального паралича, значит, вплоть до летального исхода. Поэтому хочу обратиться ко всем казахстанцам, и не только всем тем, кто меня слышит и видит. Пожалуйста, особое внимание уделите тому, как будут проходить роды. То есть к этому нужна определенная подготовка, нужен соответствующий контроль над этим, и тогда все будет иначе хорошо. Ну еще какие характерные черты присущи этим родовым травмам? Ребенок, рождаясь, может не закричать сразу. Это один из частых признаков, которые могут свидетельствовать в том числе и о том, что ребенок мог получить родовую травму. Это различного рода гематомы на теле ребенка. То есть различные гематомы, синюшность и так далее. То есть обращать сразу на это внимание? Да, обращать нужно на это внимание сразу. Это такие наиболее частые признаки, хотя и этих признаков может и не быть. Поэтому тем актуальнее осмотр остеопата, как, например, в западных странах, в той же Европе, профессия остеопата распространена настолько, что уже в первые дни после родов детей осматривают специалисты на наличие различных родовых травм. То есть, конечно, хорошо было бы, если бы в этот момент сразу же присутствовал доктор, врач-остеопат. Еще косвенным признаком является желтушность. То есть в норме желтушности быть не должно. То есть если опираться и исходить на те источники, по которым мы обучались, то желтушность – это признак того, что билирубин повышен. Если билирубин повышен, то это говорит о том, что… Что такое вообще билирубин? Билирубин – это элемент полураспада печени. То есть это элемент полураспада печени, и в зависимости от его вида он может воздействовать токсически, воздействовать на клетки головного мозга. И при высоком билирубине очень важно назначать как минимум белковую диету для грудного вскармливания, чтобы большое количество белка попадало в организм ребенка и тем самым его связывало, нейтрализуя его токсическое действие на головной мозг. То есть это косвенный признак того, что, возможно, ребенок получил какую-то родовую травму и что впоследствии может привести к различным последствиям. Поэтому если у ребенка вы заметили какую-то желтушность, то необходимо обратиться к доктору, хотя бы к педиатру для того, чтобы исключить вот эту вероятность токсического воздействия билирубина на клетки головного мозга. А мы знаем, что головной мозг в состоянии незрелости, он очень сильно подвержен различным изменениям. И не дай Аллах, чтобы это не привело к различным инвалидизациям. Дорогие телезрители, я напомню, что мы в прямом эфире. Тема у нас очень актуальная, поэтому звоните к нам. Мы ждем ваших вопросов по номерам телефонов 313-18-24, 313-18-25. Ну, самое тяжелое вообще в таких ситуациях, когда человек попадает в такие ситуации, скорее всего, осложнение. Когда он уже упускает какой-то момент, скажем, да? Вот какие могут быть осложнения? Да, дело в том, что проблема родовых травм также связана и с тем, что для постановки какого-либо диагноза серьезного неврологического необходимо, чтобы прошел хотя бы год. То есть до года, как правило, различные серьезные неврологические заболевания проходят в скрытой форме. И даже не всегда неврологам удается вовремя поставить диагноз. Например, как детский церебральный паралич, который можно считать той максимальной вершиной проблемы, которая может вообще в итоге быть. Конечно, родовые травмы не единственная проблема, которая, не дай Аллах, может возникнуть с ребенком. Также есть и нейроинфекции. Нейроинфекции. Нейроинфекции, которые могут поражать клетки головного мозга, могут вызывать как летальный исход, так и серьезную инвалидизацию ребенка в виде параличей различных парапарезов, гемипарезов и так далее. Саги, у нас на линии телефонный звонок. Давайте прервемся на него, а затем продолжим. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. 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 У меня вопрос к доктору. Да, задавайте. Меня зовут Зарина. У меня ребенок будет 3 года нам через месяц. Ребенок очень гиперактивный, как сейчас можно говорить. Вопрос в чем? Роды были вторые, кесарево сечения. Ребенок очень, чересчур активный и идет процесс социализации в детском саду немножко с трудом. То есть он может щипаться, есть небольшая доля агрессии к детям. В детский сад ходим полгода, мы ходили к неврологу детскому, особого лечения она не назначала. Мы получили в нескольких курсах массажа. И вот мой вопрос, вообще суть вопроса такова. Нужно ли продолжать или брать лечение к невропатологу? Или эту проблему поможет решить остеопат? Скажите, пожалуйста, проблема социализации ребенка, вы ее связываете именно с гиперактивностью? С гиперактивностью, потому что воспитатели жалуются, что, например, на занятиях он, к примеру, по лепке, по рисованию, он может разорвать там чужую бумагу. Хорошо. Про какие препараты именно вы спрашиваете? Что вам назначали? Нам назначали, я уже вот прям конкретно не помню, месяца 4 назад мы пили кавлинтон, по-моему, называется. Мы пропили не весь курс, потому что мы, когда пошли к своему педиатру, она сказала, что весь курс пить не надо, потому что это препараты очень сильные. И назначила уже нам массаж успокаивающий и все такое. Хорошо. Но дело в том, что вообще... Вот у нас процесс социализации идет с небольшим скрипом. Он очень чересчур привязан ко мне, а с людьми играет, все хорошо, но он слишком активный, понимаете? Да, да, я вас прекрасно понимаю. Спасибо большое вам за телефонный звонок. Дело в том, что гиперактивность – это такой пограничный, скажем так, признак, который можно рассматривать двояко. То есть это может быть какая-то... Возможно, черта характера. Да, это может быть результатом гипердиагностики какого-либо доктора, что тоже не редкость, так как доктора могут перестраховываться. Так как, как правило, считается, что если доктор где-то что-то не увидел, возможно, плохой доктор. Дело в том, что гиперактивность, она требует соответствующих подтверждений. То есть необходимо тщательно собрать анамны, спросить, какие были сделаны обследования. То есть было ли УЗИ, и в виде этих УЗИ уже можно говорить о признаках, еще раз повторю, о признаках внутричерепного давления. Сейчас еще его модно называть гипертензионно-гидроцефальным синдромом. У детей. Да, что в своем истинном проявлении встречается достаточно редко. Но тем не менее, вот эта патология, она чаще всего по статистике вызывает данную проблему. То есть с учетом того, что родитель не предъявил больше никаких жалоб, мы в первую очередь доктора подозреваем на наличие внутричерепного давления и должны провести соответствующий осмотр, который необходимо делать уже непосредственно на приеме. Причем это может делать как хороший невролог, так и хороший остеопат. Дело в том, что вообще остеопатия – это та наука, которая должна быть базирована на неврологии. То есть это не фундаментальная специальность, то есть изначально остеопат сам по себе должен быть не просто остеопат, должен быть невролог, детский невролог, который проходил курс специализации остеопатии. Либо наоборот – базовый остеопат, но который проходил полноценное обучение по неврологии. То есть такая специализация – невролог-остеопат – она позволяет максимально объективно оценить состояние ребенка. И вот после такого тщательного осмотра, обследования, УЗИ головного мозга, осмотра самого ребенка, различных отклонений со стороны костно-мышечных структур, и тогда уже можно будет точно сказать, это ли патология, это патология ли со стороны каких-то различных систем, например, в результате чего могло возникнуть внутричерепное давление. Либо это нужно искать эту проблему, то есть внутри непосредственно самого детского сада, там школы, либо внутри семьи, потому что хроническая психотравмирующая ситуация может также приводить к различным изменениям состояния поведения ребенка. То есть в данном случае девушке что нужно сделать? В данном случае необходимо наблюдаться у невролога, потому что медикаментозное лечение при подозрении, при постановке диагноза гипертонзионно-гидроцефального синдрома, она адекватна медикаментозной терапией, она оправдана. То есть для ее отмены необходимо соответствующее обследование и осмотр. По поводу приема остеопата, да, если есть такая возможность, то лучше всего показать остеопату для того, чтобы выявить причину со стороны костных структур, мышечных структур и так далее. Что также бывает нередкой причиной вот эти вот проблемы и при устранении, то есть в том числе поведение ребенка, приходит в свою норму. Ну вот родовые травмы, можем ли мы их классифицировать или вообще классифицирует ли, есть ли какая-то классификация, форма, виды? Ну дело в том, что, значит, по тому, как правило, классификации, как таковой классификации нет, она может быть, значит, связана с конкретной патологией какого-либо органа. То есть если была травма... То есть различных органов. Руки, плеча, там черепа, там уже свои варианты шейного отдела, там уже свои варианты. То есть, допустим, к примеру, если говорить, если была травматизация шейного отдела, то могут быть как смещение позвонков, так и различные компрессионные дисфункции нервных и сосудистых пучков, проблемы, фасциальные проблемы. И тут необходимо исходить от того, какой именно орган был поражен. Уже исходя из этого, уже можно говорить о различных конкретных патологиях. А вот какова роль родовых травм в формировании детских неврологических заболеваний? Дело в том, что родовые травмы, как правило, являются наиболее частой причиной формирования детских неврологических заболеваний. Потому как именно по этой причине, если исходить из статистических данных непосредственно наших и зарубежных, то родовая травма чуть ли не через раз встречается в связи с тем, что частота самих травм очень высокая. И так как травмы, как правило, конечная инстанция этих травм – это нервная система, будь то периферическая, вегетативная, либо центральная нервная система. И как следствие – это различные неврологические патологии. Потому что именно неврология является конечной инстанцией во время повреждения различных тканей. То есть, смотрите, здесь никакой генетической предрасположенности нет? Или все-таки может передаться ребенку? Нет, родовая травма – это непередающаяся патология по наследству. То есть она носит строго приобретенный характер. И именно во время родов. Травма может быть и после родов, но почему мы отдельно хотим акцентировать свое внимание на родовых травмах? Это то, что именно когда еще нервная система только формируется, и когда она еще не зрелая, она очень сильно подвержена различным патологиям, различным воздействиям извне. Поэтому тем важно, как можно осторожно и тщательно подходить к вопросу родов. Ну вот, смотрите, методы лечения, сейчас очень много методов лечения данной патологии. Но вот как вы лечите именно этот вид патологии? Дело в том, что… Или вот врачи-остеопаты, как они… Какой у вас подход? Дело в том, что остеопатия отличается от других сфер медицины тем, что она рассматривает организм в целом. Медицина пошла последние полтора века по пути разделения различных систем. То есть, как правило, гастроэнтерология – это отдельная наука, неврология – это отдельная наука. И она, рассматривая организм в отдельности, потеряла его в целом. А организм и его различные функции, начиная от кровоснабжающих, функции дыхательной системы, функции эндокринной системы, иммунной системы и так далее, это взаимосвязанные все системы, которые необходимо рассматривать целостно. И остеопатия, она рассматривает все это целостно и позволяет интегрировать различные знания, различные направления в других отдельных областях. Дело в том, что почему, если, допустим, углубляться дальше в этот вопрос и задавать вопрос, почему медицина стоит на одном месте, в то время как различные другие науки развиваются, в том числе и технические науки все время динамично развиваются, медицина стоит на месте. То есть, в плане, допустим, лечения и реабилитации того же детского церебрального паралича все как бы идет никуда. Это связано с тем, что неврологи, специалисты по неврологии могут некоторые важные моменты по гастроэнтерологии не знать. А гастроэнтерологи не знать, какие моменты в неврологии, и в результате вот это вот разделение приводит к тому, что ребенок может стоять на месте. Появляются, то есть, какие-то вопросы, да, опять же, у родителей. Сейчас у нас телефонный звонок. Прошу прощения, что прерываю постоянно вас. А после мы вернемся, да, к вопросу. Добрый вечер, ассалам алейкум, вы в прямом эфире. Алейкум ассалам, у меня такой вопрос. В последнее время ребенок начал моргать глазами. Он у меня гиперактивный. Возраст. А сколько лет ребенку? Ребенку 8 лет. 8 лет. Мы ходили в доктор, нам сказали, внутричерепное давление у него, и назначали пантакоксин, по-моему, да. А я спрашиваю, почему он, ну, ребенка спрашиваю, почему он моргает глазами, а он не замечает. Он не знает, почему. Но часто начал моргать глазами. Скажите, пожалуйста, совпало ли это с какой-либо травмой? Получал ли ваш ребенок какую-либо травму? Травму, да, головы, например. Нет, нет. Травмы не было. Значит, это постоянно происходит или в какое-то определенное время? Как он закончил первый класс, и вот до сих пор моргает глазами. Ну, здесь необходимо... Спасибо большое вам за телефонный звонок. Здесь необходимо, в первую очередь, тщательно разобраться с той обстановкой, которая, значит, есть у него в школе. То есть в школе какие взаимоотношения у него с одноклассниками, и, в первую очередь, какие взаимоотношения с преподавателем. То есть если вот так... Вы имеете какие-то страхи? Да, то есть, как правило, даже родители могут не знать о наличии какой-либо психотравмирующей ситуации. Хронической. Согласен. То есть есть острая психотравмирующая ситуация, когда ребенок, допустим, увидел собаку, испугался, и это вызвало какие-либо неврологические нарушения. А хроническая психотравмирующая ситуация, она, как правило, протекает скрыто. Скрыто даже от самого ребенка. Поэтому в первую очередь необходимо тщательно выяснить, есть ли подобные, значит, хронические процессы, хронические состояния. И, ну, так как мы не можем осмотреть ребенка, и, конечно, хотелось бы провести... Ну, необходимо провести полноценный неврологический и остеопатический осмотр для выявления и других причин. Потому что и другие причины тоже могут вызывать данные заболевания. Да, доктора сказали правильно. Возможно, что это внутричерепное давление. И при, значит... Значит, если есть основания на то, то необходимо проводить соответствующее лечение. У нас еще на линии телефонный звонок. Давайте послушаем его, примем. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. У меня вопрос к невропатологу. Хотела бы узнать, вот у меня дочь, 4 лет. До года у меня ребенок не сидел. Получается, не стоял, не ходил. Потом нам поставили детский церебральный паралич. Ну, вот после где-то ближе к 3-х годам она у нас пошла. А после этого мы сделали ей ЭГ, головного мозга. И нам поставили заключение, что у нее левая сторона головного мозга, получается, не полностью выполняет функции. Получается, почти не работает. В связи с чем может это быть и какие патологии, что может быть в дальнейшем. Это можно, как бы, считать какие-нибудь виды аутизма или что, какие-нибудь еще отклонения. Можно ли ожидать от такого ребенка? Сейчас жалобы какие у вас? У нас жалобы. Ребенок ходит, но она не знает, что она, ну, например, хочет в туалет, она не умеет говорить. Она не умеет разговаривать. Она не понимает команды, иди сюда, дай, подай. Она ничего такого не понимает. Постоянно скрипит, например, зубами, вот, постоянно на левной почве. Теперь нам подозревает психологическое, психиатрическое отклонение, что, как бы, надо нам говорить, чтобы показать уже психиатрическую больницу, что уже связано с психологией. Хорошо, понятно. Спасибо большое вам за звонок. Так, ну, здесь дело в том, что вообще обседование электроэнцефалограмма, она не может определить, будет ли работать мозг, работает ли он там полноценно, да? То есть, как правило, это такой косвенный признак, который может точно только сказать, есть ли эпилептическая активность, патологическая, значит, эпиактивность, или ее нет. Вот это вот, значит, является, значит, эталоном для диагностики. А во всем остальном, значит, электроэнцефалограмма – это не в ее компетенции. Поэтому здесь, конечно, необходимо проводить дальнейшие обследования, обследование ребенка, и тогда уже, значит, можно будет понять. Кроме этого, необходимо здесь, значит, разобраться в том, как ребенок дышит. То есть, даже… Немаловажно. То есть, это немаловажно. То есть, такие вот моменты, даже наличие тех же аденоидов, да? То есть, даже лор-врач может говорить, что там, да, вы знаете, аденоиды, может, ничего страшного, да? Но так как лор-врачи, как правило, неврологию так глубоко не изучают, а мы, как остеопаты-неврологи, утверждаем, настаиваем на том, что у детей с задержками речевого развития необходимо удалять, в первую очередь, все барьеры, мешающие нормальному дыханию носовому. И вторую очередь.